Жертвой имущественного преступления стала пожилая жительница Иванова. 80-летнюю потерпевшую обворовала неизвестная женщина. Незнакомку в квартиру пенсионерка пустила сама. В отделе дознания МВД России по Ленинскому району города Иваново возбуждено уголовное дело по факту кражи. В ходе дознания установлено, что 34-летняя жительница Родниковского района пришла к 80-летней потерпевшей под прелогом оказания услуг обработки пластиковых окон. Доверчивая пенсионерка впустила незнакомку в квартиру. Незванная гостья произвела несколько манипуляций с пластиковыми окнами и попросила за свои услуги 300 рублей. Что конкретно делала с пластиковыми окнами явившаяся в чужую квартиру женщина, неизвестно. Вероятнее всего, ничего. Такая вот псевдорегулировка того, что в регулировке не нуждается, это обычный для воров и мошенников предлог, от которым они попадают в чужие квартиры. Вот на этом стуле сидела она. И, значит, окна надо. Есть ли какое? Сто лет меня никто не беспокоил. Все у меня нормально. Что вы мне пришли? Вы видите, я чуть жива. А она сидела, сидела. И потом она что-то посидела и говорит, 300 рублей надо за окна. Что-то якобы помазала. Платить пенсионерка отказалась. Незнакомке она сообщила, что денег сейчас нет. И попросила для чего-то зайти за деньгами попозже. Та легко на предложение согласилась. Как оказалось, у нее уже был совершенно конкретный план похищения сбережений пожилой женщины. Хозяйка квартиры досталась под подушкой кошелек, но, посчитав свое сбережение, попросила принести оплату на другой день, поскольку денежные средства, которые находились в кошельке, были необходимы для других нужд. Незнакомка согласилась и попросила угостить ее чаем. Пока пенсионерка была на кухне, фигуранка похитила оставленные без присмотра на диване кошелек с деньгами. После непродолжительной беседы незнакомка покинула квартиру, а пенсионерка обнаружила пропажу и заявила в полицию. Вот тут он у меня лежит. Я подумала, со мной шок, нет кошелька. Но она уже вышла и слышу, и слышу, что из двери вышла из этого, из подъезда, слышу, хлопнула. Я тогда, я тогда думаю, а может я не поняла, может где-то здесь, поискала, поискала мне. Вначале ставшая жертвой воровки бабушка не хотела обращаться в полицию. Она стыдилась своей доверчивости, того, что сама проявила беспечность и пустила к себе в жилище непонятно кого. Пришла к вам ваша знакомая. Да, пришла знакомая. Я говорю, ну, пойду, надо тебе вот в ближайший рядом магазин что-то купить. Я говорю, а у меня кошелька-то нет, ни денег, ни кошелька. Я описала ее, я описала, какая, как выглядит, какой возраст, как она. И говорит, а я эту женщину знаю. Она работала у нас, две недели, женщину ошкурила, и мужчину в коврове на 50 тысяч. И говорит, вызывай милицию. Я говорю, Лена, не надо, не надо. Я сама шляпа, покой, черт, я положила на виду. Меня обвиняют. Ты что, бабушка, положила? Это специально, что ли? Я не надо. Нет. Соседка все же уговорила, ставшую жертвой мошенницы и воровки, бабушку, написать заявление в полицию. Подключившиеся к делу оперативники вскоре сумели задержать подозреваемую в преступлении гражданку. Прибывшие на место сотрудники полиции опросили потерпевшую, соседей и возможных свидетелей преступления. И составили фоторобот, предполагаемый злоумышленнице. В кратчайшие сроки подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска. Выяснилось, что похищенные денежные средства она потратила в торговом центре на одежду и развлечения. В настоящее время подозреваемая проверяется, но причастна к совершению аналогичных преступлений.